И у вас сейчас такой вопрос, наверное, возник А почему ты машину оставил на каком-то перекрестке? Ведь твой дом находится вон там, до него же можно доехать Как бы вам, друзья, объяснить? Когда ты идешь к своей мечте, по дороге тебе встречаются небольшие препятствия Порой обходить их приходится поверху, как, например, вот этот сугроб Пару дней у нас шел снег Вы думаете, меня это пугает? Да, вообще ни капельки Чтобы вы понимали, я сейчас стою прямо на дороге, которая ведет к моему дому Вы очень много писали в комментариях на тему о том, какую же я выбрал глушь Согласен, небольшая сложность у нас присутствует Но я думаю, что мы с ней так же расквитаемся, как и с остальными проблемами, которые возникают на нашем пути Ну, к счастью, а как еще сказать про это? Вот, слышите? Где-то там вдалеке работает трактор И он обязательно приедет сегодня сюда Оставайтесь с нами до конца, я буду очень рад этому Я весь день прождал сегодня трактор Энтузиазм немножко поугас Обещаю, что они будут даже ночью работать Давайте будем надеяться на то, что завтра утром я сюда приеду И дорога будет расчищена Волшебная фишка монтажа заключается в том, что через секунду у вас настанет уже новый день Смотрите, так К слову, просека, по которой я сейчас еду, 7 лет была заросшей пнями и валежником чаще Не было света, газа, дорог Было только поле и 4 дома Но я верил, что все будет, верю и сегодня, что вместе мы свернем горы Ту поддержку, которую я получаю сегодня от вас, невозможно оценить словами Вы спрашиваете, откуда у меня силы и нескончаемый позитив Не кривя душой отвечу От моих зрителей От вас Я на минуточку вас всего лишь отвлеку от нашей основной деятельности Друзья, в своих выпусках я то и дело Благодарю вас за вашу поддержку, за репосты, за ваши лайки и комментарии Большое вам спасибо Но сегодня просто из ряда вон выходящее Со мной связался наш подписчик Вячеслав И говорит, я пришлю тебе оборудование, которое у тебя поломалось в видео Ну, я, наверное, начал не сначала Извините В выпуске про прокладывание трассы и установку коллектора У меня то и дело косячил лазерный уровень Он включал вертикальные, горизонтальные лучи Постоянно не включался или пиликал там по-своему В общем, была проблема, я нервничал Да и вообще часто с ним нервничаю Потому что лазерник я покупал там за полторы тысячи рублей Очень китайский, двухлинейный Ну, реально, он с проблемами И Вячеслав говорит, давай я тебе пришлю Взамен того оборудования новое, качественное, хорошее оборудование Я был просто рад Кто-то из вас может счесть это за рекламу Он даже не просил ничего рекламировать Это был просто жест дружеской воли Он просто говорит, работай, радуй нас своим контентом Грех было отказываться Вячеслав, я получил твою посылку Сейчас мы ее распакуем Я уже по весу чувствую, что там что-то доброе и хорошее Сейчас посмотрим На новой, сушеной, кедровой, калиброванной доске Мы распакуем сегодня посылочку Кто смотрит видео постоянно, помнит, для чего мы ее приобрели Кстати, у меня немножко меняется мысль о назначении ее Не знаю пока точно, но возможно часть ее пойдет на утепление стен дома Но пока не знаю, это не точно Так, это я так предполагаю, что шуруповерт Вау! Шурик! Это и дрель, и шуруповерт в одном С подсветочкой Это, наверное, дрель А это режим шурика Или наоборот Класс Так, а зарядная А, зарядная в аккумулятор втыкается прям сразу Это удобно, кстати Меньше объема таскать с собой То есть просто зарядник взял и все Набор сверил Бито Ну теперь-то мы, блин, построим Теперь-то мы построим Слав, это реально то, о чем я мечтал Дальше в коробке Слеза накатывается Я так понимаю, это штатив Слушай, на нем еще можно будет и видосы снимать Ближе к делу Военная коробка такая Так, построитель лазерных плоскостей А, ну вот и штатив деко Или деко Или деко Как трансформеры Но я уже, в принципе О, как все плотненько-то сидит, а Крутяк Так, аккумуляторы Уже, в принципе, я изучал Когда хотел себе это все приобрести Но все, у меня не хватало На это денег Мне всегда было интересно Для чего вот эти все крутяшки И потом я только узнал Это для того, чтобы Калиброванно уже подкрутиться К месту, которое ты хочешь Замерять Видите? То есть не просто рукой там сидишь Это все настраиваешь А можно благодаря вот этим креплениям Настроить так, как надо Например, на миллиметрик Так, ладно, включаем Где он-то включается? Со стороны Все линии горят Я прямо сейчас начну использовать и изучать Это оборудование Но в ближайших выпусках Вячеслав хочу отчитаться Об использовании этого инструмента в быту И рассказать, насколько он удобный О, тут даже есть кнопка Анализа батарейки Я пока не знаю, что это означает Но скоро изучу А мы продолжаем Сегодня я буду заниматься Установкой коллекторной коробки А также уже пришла пора Оформить шахту На каждый этаж я принес профиль Его установлю сегодня по краям Осталось только решить Где мне поставить коллекторную коробку И в мыслях у меня все-таки Наверное расположить ее в подвале Потому что там шкафа не будет А здесь будет закрываться все в шкаф И может быть коллектор просто сделаем навесной Почему бы нет? Подумаю Прежде всего надо начать с того Что оформить по уровню Ограничение нашего проема шахты На первый взгляд простая работа На самом деле являющаяся стратегической Шахта будет вмещать в себя Все существующие коммуникации И моя задача Все удобно разместить Для чего это нужно? Хороший вопрос Сейчас важно сделать все оформления Для того, чтобы уже подготовиться К протяжке теплых полов А также протяжке радиаторной сети По первому этажу Ну и теплых полов По подвалу Но для того, чтобы знать Куда подводить все эти трубы Мне нужно оформить вот эти места Это если коротко Предполагаю, что вы очень хотели бы Заглянуть в проем шахты И такой случай сегодня у нас предоставится Изначально я должен сказать Вот эта фановая труба Санузла Я не стал снимать, как я ее монтировал Потому что тут сложности действительно никаких Опять же уверен, что я допустил ошибку Хотя, если вам не сложно, развенчайте этот миф Вот это соединение Не нужно ли делать было 45-кой? Как написано в умных книжках Страница 358 Переход 45-го угла Необходим только При переходе с вертикальной на горизонтальной С горизонта на вертикаль Можно использовать 90-й угол Я так предполагаю, что я здесь ошибок-то и не совершил Но если вы мне уточните Я буду очень благодарен Вот по вот этой части пойдут все вентиляционные Фановые дополнительные В основном вентиляция По этой стене у меня пойдет вся водосточка Ну, на втором этаже она уже не пойдет Здесь уже нет необходимости До второго этажа все коллекторные узлы будут запитываться Как раз по этой стене все подводы А вот этот угол Я как раз использую о том, о чем я вам говорил Для сброса белья То есть здесь 40 на 40 примерно у меня квадратик такой остается Так что идею по сбросу белья я не оставляю Она у меня записана под корочкой Я хочу эту, но мне кажется это прикольно Например, я прихожу со своего гаража Со своей строительной... Нет, гаража она не тот вариант Со своей строительной работы я прихожу Поднимаюсь на второй этаж Принимаю душ Ну, или там моюсь в ванной И носки Грязное белье я могу просто не носить в подвал А бросить и он упадет в бельевую корзину По-моему, это оптимальный вариант Это круто Остался только вопрос, нужен ли нам лифт подъема обратно Всего этого Но жена мне сказала, что ей это не нужно Достаточно и только сброса одного Когда смотришь на всю эту громадину Сейчас я быстренько вырежу вам вон тот люк И покажу уже в целую картину Сейчас Вито? Нормально, Вито? Так вот Когда смотришь на всю эту громадину И понимаешь, что ты это построил своими руками Один Ааа, мозг кипит Целая трехэтажка, а? Так, пришло твое время, друг Мне нужен горизонт Луч способный показать плоскость по всем четырем стенам Это нечто Был бы у меня такой уровень, когда я отстреливал стены под штукатурку Работа была бы сделана ровнее и быстрее Как-нибудь покажу вам сравнительный обзор на эти оба уровня Фиксирую профиль для стены шахты На дюбель 6х80 Мы тут работаем А дядька нам новую дорогу делает, смотрите Пойду-ка я с ним договорюсь, чтобы он меня немного сдвинул здесь Мощная техника А можно вас попросить, чтобы вот эту кучу немножко сдвинуть? Потому что я снег кидал удобнее Спасибо большое Круто договорился Кировец эта машина Это просто крутая машина Вот такую надо брать для уборки снега Надо будет меда завести ему Так, друзья, не забываем, что у нас сегодня еще установка короба под коллектор Вообще, если быть честным и откровенным То большую часть времени занимают фантазии, мысли и перепланировки прямо на объекте Для примера сейчас вам скажу Мы бросили надежду о том, что у нас будет душевая на втором этаже Из-за того, что нужно было расположить коллектор Но я подумал, а почему бы мне коллектор не расположить под раковиной? Ведь в этом же нет никакой сложности При том, что сейчас на ходу еще я придумал такую идейку Я, конечно, всю техническую часть вам расскажу позже Но мысль парящей Парящей, у меня все парящая Парящая раковина Короче, раковина, которая не имеет никакой опоры к полу Никаких полочек, никаких шкафчиков, ничего Просто самодельная, бетонная, крутая раковина Мы ее сделаем позже А как ее сделать? У меня уже родилась мысль И под ней будет коллектор А здесь я уже запроектировал размер под душевую То есть вот стенка Здесь у меня весь мой сброс Все, как я планировал А душевая вот здесь Только единственное, я решил еще чуть-чуть ее увеличить Чем больше внутри пространства, тем лучше Но здесь только из-за розеток Так бы можно было еще даже больше сделать Вот, и угловая дверь Она будет там градусов 25 Вообще классно Розетка для подключения всей электроники Для душевого вот этого портала, который здесь вешается Поэтому все уже в принципе Тут даже интернет есть Можно будет ловить все, что необходимо Алису подключим к душевой Почему у меня мысль началась про душевую? Потому что я начал вешать этот профиль Который здесь уже теперь не нужен Потому что профиль мы сейчас повешаем вот сюда Здесь уже будет формироваться вся эта часть Стенки На этой неделе ко мне придет вся необходимая фурнитура И в следующем видео я начну готовить дом к отоплению Поэтому такая подготовка просто необходима Хотя бы даже для того, чтобы понять, как проложить сети Ставлю направляшки на первом этаже И спускаемся в подвал Может вы мне подскажете Я на стройке могу просто посвятить час-полтора времени Тому, что буду ходить, мечтать, думать и ничего не делать Дома комфортно, дома тепло На стройке холодно На стройке минус пять, минус семь Я настолько здесь нахожусь в гармонии, что ли В каком-то своем мире Где мне просто комфортно и кайфово Я, ну, поддержите, если у вас так же Мне просто интересно, как у вас на самом деле Могу бумажку одну подобрать, отнести ее до мусорки, бросить Походить, помечтать, пофантазировать Что у меня будет здесь, что у меня будет там Что это? Наверное, все-таки это та самая ниша, которую я для себя нашел Получают это удовольствие Что-то, наверное, вот в этом ключе Домашние мои смотрят этот видос, надеюсь И в который раз я оправдываюсь Дома мне говорят Как ты там на морозе весь день проводишь? Ты же там замерз, ты сейчас себя угробишь Да блин, я здесь нахожусь, там, где я должен находиться Как-то так, не знаю, может, я не прав Может, вы меня поправите Ладно, все, минутка философии закончена, идем работать Я в начале фильма вам сказал, что сегодня Мы еще поставим короб для коллектора И ставить я его хотел слева от будущей шахты Так вот, когда я сюда приехал уже и начал об этом думать Ну, то есть, примерять Я понял, что он здесь вообще не нужен Эта комната и без него очень хорошо себя чувствует А нужен он как раз вот здесь И тут его место Но пока я не могу сюда установить до штукатурки То есть, надо доделать эту стену, тогда уже и поставим Поэтому шкаф, наверное, сегодня опять ставить не буду Святая святых, заходим, между прочим С последнего выпуска, где я рассказывал вам остатки Вы забрали весь верхний ряд и часть вот этого То есть, меда осталось, я так прикинул, около 100 банок максимум За снежок хочу заплатить человеку Так, ну а вы заказывайте Заказывайте жарковский мед Вкуснять, оно просто вкуснецкое Кому я уже отправлял, напишите в комментариях отзывы Чтобы остальные наши зрители, ну, прочитали и поняли И второй момент Ребят, пожалуйста Если заказываете, можно не одну баночку, а хотя бы, ну, три, шесть Ну, то есть, коробочку Просто отправлять по одной банке, это крайне сложно Во-первых, таких коробок нет Мне приходится изобретать из бумаги и палок А во-вторых, ну, я просто времени кучи теряю вот на эти поездки А так бы отправил сразу И вам два раза не придется переплачивать за доставку И мне хорошо Вот такой сегодня небольшой выпуск получился Но все потому, что я работал один день Всего лишь один день Из-за этой пурги, которая забрала у меня всю субботу Главная приятная новость этого всего момента Что трубки Г-образные для радиаторов ко мне уже едут И мы с вами будем их ставить в ближайшем видео Оно, может быть, даже выйдет в конце этой недели Как я успею сделать работу, я просто не знаю Поэтому, друзья, не ругайтесь на меня, пожалуйста Я как стараюсь, работаю Ну, для примера скажу, что многие сейчас, в принципе, закрыли стройку на зимний сезон А я все-таки что-то делаю И, может быть, не стоит за это ругать Хотите, ругайте нормально все Потихонечку работаем Процесс идет И все будет хорошо Я уверен Ну, а я с вами прощаюсь До скорых встреч Увидимся с вами на следующей неделе Или в конце этой Все, пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!